Всем здорова, дорогие друзья! С вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ним в различные андроид-игрушки и возвращаемся в Mortal Kombat Mobile. Сегодня мы пройдём испытания на Tremor Aftershock, а пока что на нормальном уровне сложности. И, как вы видите, мне как раз нужны души, и как раз у нас появилось с вами испытание. Так, закройся, пожалуйста. Для отката башни Серой Рюпахи я пока перестал открывать. В основном откатываю только башню и трачу на это все добытые мной души. Итак, собственно, только золотые и алмазные в вашем отреате должны быть только персонажи из внешнего мира, только серебряные, только серебряные и бронзовые и только бронзовые персонажи у нас. Но требования такие, очень изичные, то есть буквально практически любой игрок может пройти первый уровень сложности. Во втором уровне сложности, по-моему, требования почти идентичны, только в последней башне нужны не алмазные и золотые персы, а мелина какая-нибудь. То ли пронизывающая, то ли... да. В общем-то, давайте мы начнём играть. Я возьму для начала, конечно же, как обычно, команду Sony, и мы пойдём на первые два матча именно таким отрядом. Против нас, кстати, в первой башне на первой сложности сразу же есть серебряный противник, это интересно. Вполне возможно, нас ждёт три серебряных соперника на последнем бою, потому что это не ново в испытаниях, скажем так. Такое бывает достаточно часто, особенно в последнее время. Возможно, именно сейчас просто проходит испытание того уровня, когда, ну, типа, были серебряные персы у противника в отряде, именно в этих испытаниях, на первой башне. Я думаю, на втором уровне сложности нас тоже ждут серебряные персонажи в первой башне. Блин, какой долгий экран подвигов, никак нельзя скипнуть. Вроде нажимал по экрану, обычно должна появляться сразу же менюшка, но чё-то она не сразу появилась, окей. Ну и второй раз ещё сыграем в заоне. Я понимаю, тут будет попеременно, то есть сначала два бронзовых, один серебряный перс, потом три бронзовых, потом два бронзовых, один серебряный, потом три бронзовых. И так, короче, до самого конца башни. И в последнем бою, возможно, нас будут ждать чисто серебряные персонажи, с большой вероятностью. Ну или два серебряных персонажа, посмотрим, как там будет, когда дойдём до туда. У нас сегодня очень жарко, прямо вообще жесть какая-то, то есть самая высокая температура за последние несколько дней. Сейчас записываю видос, меня просто, у меня на лбу пот выступает, прям почти сразу, вот как только я начал записывать. Закрыл окно, всё, как бы. Давайте возьмём Ниндзя Мима и команду Мастеров Единоборств, чтобы пройти уже до конца эту башенку. Будем именно играть таким. Очень тяжело сейчас записывать видосы. Но, как говорится, души сами себя не получат, испытание сами себя не пройдёт. Испытание само себя не пройдёт. Поэтому мы должны пройти, потому что иначе мне просто не будет хватать душ на откаты башен. А я именно сейчас этим и занимаюсь. Постараюсь как можно больше пройти в башнях. И пока что мне не очень везёт, потому что я уже собрал первую зелёную карточку на десятое слияние, это колокол. Это вот плюс, да? Но это единственный плюс, потому что, вот, допустим, насчёт эпиков, мне выпало четыре эпика. Четыре, представляете себе? То есть два за прохождение второй башни фатальной. Я её два раза уже прошёл. Прохождение первого, кстати, этапа есть на канале, если чё. Если вам интересно, чё там на последнем бою в фатальной башне. Я полностью его прошёл на канал. Но второй раз я уже не стал записывать, потому что... Как бы, да? Это уже было гораздо проще, чем в первый раз. И как бы, когда у тебя уже есть чем проходить башню, это просто, ну, как обычный бой. Ну, не как обычный бой, как интересный бой, но при этом не так круто уже. То есть ты обладаешь абсолютно более прокаченной коллекцией. И уже, когда ты показываешь, как пройти уровень, это не так... Мало того, что это не так... Как это сказать-то? Не то, чтобы не интересно, а как это сказать... Не так показательно, скажем так. Вот так вот. Потому что это не поможет тем игрокам, допустим, кто прошёл башню на этом... В первый раз, кто проходит башню и двухсотый бой. Потому что у них нету столько карточек слияний, сколько у меня уже накопилось. Так вот, насчёт эпиков, да? Почему я говорю, что мне не повезло? Потому что мне выпал один эпик четыре раза подряд. Это самый бесполезный эпик. Это силовое поле на джейд. Для активации бруталки на джейд нужен ещё один эпик. Это браслеты, которых у меня нету. И у меня вообще нету больше ни одного эпика. Мне падал только один эпик четыре раза подряд. Это просто насколько нужно быть невезучим. Но это ещё не всё. Мне в первый раз, когда я записывал прохождение... Последнего боя в Фатальной Башне, выпал Скорпион МК-11. Так вот, мне выпал ещё раз Скорпион МК-11. У меня все Скорпионы не десятого слияния, за исключением Скорпа МК-11 из среди алмазных. И мне выпал он два раза подряд. Как бы... Идентичные абсолютно награды были за прохождение во второй раз. То есть тот же самый Скорпион МК-11 и то же самое силовое поле. И между боями в первый... Во второй раз, когда уже начал проходить, мне выпало ещё два эпика. Это опять два силовых поля. Как бы... Итого у меня есть сейчас силовое поле третьего слияния. И что с ним делать, я понятия не имею. Я его просто там, знаете, на Джейтем К-11 одел, чтобы она есть там, чё, могла протанковать урон небольшой от противника. Потому что единственное полезное, что даёт этот эпик, это именно бонус к здоровью в башне. Который мне нафиг не сдался. Потому что Скорпион между боями у меня не помирает вообще практически. Я не вижу смысла в этом эпике. Так, можно мне, пожалуйста, не так долго показывать экран подвигов, потому что меня это задалбывает немножко. Господи, как же жарко, вы просто не представляете. На улице, наверное, температура выше 35 градусов. Это просто жесть какая-то. Сегодня я ходил просто в магазин. Так я чуть не сварился по дороге. Вообще не люблю жару. Тем более настолько дикую. И с температурой поднимается выше примерно 26 градусов. Я уже начинаю плавиться потихоньку. До 26, в принципе, более-менее нормально себя чувствую. Но сегодня вроде бы у нас последний день жары. Завтра уже обещают похолодание небольшое, плюс дождики и облачность. Это круто. Я не посмотрел, еще будет ветер или нет, но если будет еще и ветер, будет вообще прям зашибись. Так, девятый бой. Аж так ящер и мак. Ну, а первый уровень сложности. Тут ничего как бы трудного нету. Просто проходим спокойно и не паримся. Тут даже особо комментировать нечего, потому что противники отлетают буквально с пары тычек. Очень, очень быстро. Я еще, знаете, это... Не очень много сплю в последние дни, скажем так. Сегодня, допустим, я спал... Сейчас скажу. Наверное, часа четыре. И... Я немножечко, когда встаю, чувствую себя, знаете, так это... Сонно. И мне приходится пить кофе. А кофе что? Правильно. Оно разгоняет кровь в организме, и тебе становится еще жарче. И вот сейчас я поел, попил кофе, опять же, и мне еще жарче, чем мне могло бы быть, по сути. Но если бы я не попил кофе, я бы просто сейчас это... Был бы вообще никакой, и... Уснул бы на ходу. Прохождение испытания, оно и так не очень веселое, когда ты его уже в сотый раз проходишь. Даже больше, чем в сотый, наверное. Я уже прохожу испытания... Ну, раз пятьсот, наверное, я их прошел. Если считать отдельно каждый уровень сложности. Ящер, у него штек, окей. Поэтому это жестко. Да, это жестко. Старые добрые мемы. Хотя нынче мемы, конечно, пошли уже не то, что раньше. Либо я стал старым. Так, поехали далее. Изи. Поехали. Там вроде бы остался у нас последний бой, либо два последних боя как-то, типа того. Да, последний бой. И, к сожалению, нет. Здесь нету трех серебряных персов, к сожалению. Я хотел сразиться с тремя серебряными персами, но нам их не дали в противнике, к сожалению. Ну, давайте пройдем, что ли. Что я могу сказать? Первую башенку. Получим свою награду. Видимо, нет. Но мне не так интересует награда. Видимо, нет. Меня интересует, соответственно, награда с башен. И, кстати, я думаю, что, возможно, в скором времени я буду укорачивать ролики по испытаниям. Я буду просто пропускать этого. Пропускать начальный этап испытания, оставлять только самые интересные бои. Но не самые интересные, а те бои, за которые дают награду. То есть, четвертый, восьмой и двенадцатый бой в каждой башне из первых четырех. И еще бои в этом... Как его называется? В пятой башне это пятый, десятый и, по-моему, тринадцатый, пятнадцатый. Ну, тринадцатый не обязательно, как бы... За него награда все равно не дается. Так, следующая башня. Только серебряная и бронзовая перса. Погнали. Пока что, я, знаете, хочу скопить небольшую сумму именно монет. Чтобы я мог много испытаний подряд пропустить первые бои. Хотя бы, не знаю, пять миллионов хотя бы скопить, чтобы более-менее было. Так, давайте я возьму здесь уже серебряных персов. Просто если я прямо сейчас начну пропускать, у меня очень быстро золото закончится. Я там одно-два испытания смогу пройти. И потом золото просто кончится. К тому же, у меня еще нету этого... Как он называется-то? Бронесмоука на десятом слиянии. Правда, смоука самого пока бесплатно ты никак не получишь. Он только за деньги продается в наборах, которые время от времени всплывают в магазинах. Но я думаю, в скором времени разработчики должны добавить наборы за души на смоука. Но шанс на него должен быть низким. Там, по-моему, я видел где-то скрин. Кто-то выдернул инфу из игры типа, сколько будут стоить наборы. Вроде они будут стоить по 350 душ. Если я не ошибаюсь, они будут включать в себя алмазного рептилию, вроде бы, смоука. И... Ну и других, собственно, классических персов. Таких, как Ермак, Саб-Зиро, Скорпион. Хотя, вроде бы, там три основных будет. То есть, я помню точно, что смоук, рептилия, а вот кто третий, я не очень хорошо помню. То ли Ермак, то ли Саб-Зиро, то ли Скорпион. Вот кто-то из них, вроде бы, один. И этот набор будет стоить, короче, 350 душ, как я увидел. Не знаю, насколько достоверная информация, но вроде выдернули именно из игры самой эти наборы. Как они выглядят. И, короче, шанс на смоуку в этом наборе будет не больше 5%. То есть, где-то 5% шанс выбить смоуку, и еще меньше процентов на алмазного, допустим, рептилию. Там, что-то вроде 3 или 2%. Ну, короче, очень маленькая вероятность будет выбить смоуку. Так, следующий бой Они, Коталь и Аштег, поехали. Так, блин. Я, по-моему, уже третий матч за Ермака отыгрываю, мне надо всего было 2 сыграть. Я что-то затупил с этим. Рассказывал о наборах и забыл заменить команду. Не углядел, так сказать. Может быть, это не третий бой, а второй только. Вроде бы это третий. Так, мы видим, противники очень достаточно легко отлетают. Даже через блок идет для них фатальный урон с одной комбинацией. Так, ну, давайте-ка мы тогда час уже точно сменим. Да, я сыграл 3 боя за Ермака вместо 2. Давайте мы возьмем себе Скорпиона. Возьмем также себе Сабзирыча и Монаха. В команду. И пойдем с вами дальше. Ящер, Ермак и Они против нас, окей? Ну что ж, посмотрим, как они себя покажут. У нас ограничение воспитания на вампиризм у противников. Меня особо не волнует вампиризм. Чувствую сейчас, блин, телефон так нагреваться. Будет на прохождении испытаний, учитывая погоду на улице. Что это жесть. Поэтому заранее сорян, если будут небольшие лаги. Или большие. Окей. Так, получаем 4 куска. 3-5 ляма голды. Нормально. Еще полтора ляма и можно будет потом потихоньку скипать испытания. Либо я сначала выбью... Постараюсь, точнее, выбить... Можно, кстати, реально. Можно устроить гигантский анпакинг. Накопить штук 10 лямов голды. И потом все эти 10 лямов потратить на паки за 70 тысяч. В надежде прокачать снарягу Смоука на 10-е слияние. Правда, я думаю, за эти 10 лямов, если выпадет хотя бы 2-3 карточки Смоука, уже будет неплохо. Вряд ли я вкачаю за 10 лямов 10-е слияние брони Смоука. На данный момент она у меня, по-моему, без слияния, но она есть уже. Но с другой стороны, опять же, снарягу на Смоука выбивать пока не хочется. Пока нету самого Смоука в игре. Потому что его снаряга, в основном, только для него хороша. А для других персов она очень посредственна. Она дает точно такой же бонус, как и многое другая снаряга на здоровье. Также дает на 10-ом слияние, по-моему, 50% сопротивления негативным эффектам. И дает еще, то ли, ну как-то, короче, усиливает пассивку Смоука, то ли ослепление накладывает, то ли что-то того, я не помню уже. Ну, короче, на Смоука только подходит в основном эта снаряга, а на других персов она не так хороша. Возможно, есть, конечно, еще какие-нибудь персы, типа какой-нибудь JTMK11, на который эта снаряга зайдет. Ну, в общем, персы связаны как-то с ослеплением, я думаю. Либо с сопротивлениями каким-либо эффектом. Ну, в общем, суть и дело не меняет, я просто пока потихонечку подкапливаю, так сказать, монеты. Чтобы потом уже целенаправленно их во что-то вложить. Либо на пропуске испытаний, чтобы ролики у меня меньше длились по испытаниям. И, как бы, вам не приходилось смотреть абсолютно все бои, а только лишь самые интересные бои. То есть, бои с ограничениями. Ну, а пока потихоньку копим золото. Единственный смысл, куда осталось мне вкладывать золото, это вот либо в снарягу Смоука, либо на пропуске этапов. То есть, больше мне некуда его вкладывать, абсолютно. А они, рептилия и ящер, следующие наши соперники. Ну, есть, конечно, еще одна тема, куда я могу их вкладывать, это на рентгены персонажем. Но, обычно, у меня половина персов в коллекции уже вкачаны рентгены, у второй половины не вкачаны. Но только потому, что вторая половина персов имеет еще не десятое слияние. Обычно, если перс у меня достигает десятого слияния, я ему вкачиваю десятый уровень рентгена. Но это обычно немного голды требует, то есть, там, тысяч сто. Если алмазка, то, конечно, побольше. Побольше монет требуется, гораздо больше. Ну, к тому же, у меня еще есть эти, очень много карточек, ну, не очень много, штук, наверное, 30, 40, 50, где-то так, карточек рентгенов для золотых персов, и есть даже карточки рентгенов на алмазных персов. Я их тоже убиваю в башне сейчас. Они иногда падают. Да и не только в башне, они и в обычных наборах падают. Всяких разных. Так, следующий бой ящер-деву-раштек, поехали. Последняя четверка боев у нас идет в этой башне, а потом мы уже будем проходить башню ради душ, а не ради монетов. Монетивов. А души для меня сейчас это самое главное. Сейчас они мне очень нужны, особенно когда... Я, как вы знаете, копил перед выходом башни души на башню, но я сумел накопить всего 4 тысячи, и они уже закончились. Я не покупал никаких паков, просто души кончились из-за того, что башня требует для обновления в сутки по 600 душ. Вы сами понимаете, сколько это? 600, мать твою душ, охренеть можно. Это очень до хрена, скажем так. Давайте еще завалим аштека здесь. Ух ты, нифига себе, он выдержал целую комбинацию от меня. Неплохо аштек, это было... Нифига себе, и даже Котталь выдержал. Нифига себе, они толще становятся. По сути, первый уровень сложности, а противники уже выдерживают одну комбинацию от меня. Интересно. Видимо, это испытание будет далеко не самым простым. Я, кстати, не знаю, какая пассивка у Трамора, но я думаю, это что-то связанное с каменным щитом. Вполне возможно, он будет нивелировать урон от спецприемов, либо отражать его, либо снижать получаемый урон от спецприемов. То есть, что-то из этого. Но я думаю, все равно, что на первых двух сложностях, как минимум, Шаокану просто будет ваншотать спецприемами. А вот уже дальше, там на сложности Старший Бог будет посложнее, я думаю. Там уже, возможно, он будет танковать неплохо, мои спецприемы. Так. Все, изи-бризи. Кстати, требования уровня сложности Старший Бог, я не знаю, я их специально не смотрел. Заодно будет интересно узнать. Ну, я, наверное, уже проходил на Старшем Боге Трамора, поэтому вряд ли они что-то там изменили. Скорее всего, требования остались такими же. Но, как вы знаете, испытаний слишком много, чтобы запоминать абсолютно все требования для каждого испытания. Возможно, когда я пройду уже их по пять, по шесть раз, тогда я буду запоминать это. Какие там ограничения у них. И ограничения боссов буду запоминать, то есть, какая у них пассивка. И буду запоминать, собственно, какие персы нужны для прохождения определенного босса. Но пока не запоминаю. Конечно, если бы я там прочитал заранее и, как бы, выучил это, то я бы знал это. Но, как бы, смысла в этом я особо не вижу, потому что я все равно прохожу в любом случае. Так, 20 кусков есть, зашибись. 3,53 ляма. Мы переходим с вами уже, получается, к третьей башне. Только серебряные персы. Погнали. И здесь уже награда за прохождение всей башни. Это души. Давайте приступать к прохождению последней башенки. Нам нужно создать более-менее подходящий отряд. Давайте мы фильтры поставим на... Блин, я случайно отрубил фильтр на серебро. Ничего, сейчас заново все поставим. Все готово. Берем, соответственно, Ермака, Котеля и Китану на первые пару боев. Нажимайся. А дальше уже пойдем за два других отряда. В финальной башне у нас будут участвовать, видимо, этот... Как он называется-то? Скорпион, МК-11 вместе с Сабзиром МК-11. И еще будет участвовать Шелкан. Еще будет участвовать Хищная Мелина. А последним пятым персом, пятым в команде, будет участвовать, видимо... Это как она называется-то? Следующий бой пока погнали. Последним будет участвовать, наверное, Мелина Классическая. Я, кстати, это... Мне выпал из... Единственное, что еще радует в башнях, что мне на двухсотом бое в обычной башне и в сотом бое на обычной... На фатальной, точнее, башне падают не повторки алмазок, которые у меня десятого слияния, а падает что-то более-менее годное. К примеру, мне выпал Raiden Injustice 2 за прохождение то ли двухсотого боя в первой башне, то ли сотого во второй, точно не помню. И, короче, у меня он теперь уже восьмого слияния. Я уже могу им нормально играть в Войнах Фракций. Это хорошо. Блин, я зачем-то третий бой опять за Ирмака начал. Опять я забыл сменить отряд из-за того, что заговорился. В общем-то, теперь он уже получает столько же золота. Когда ты играешь за него, сколько получают отряд из золотых персонажей десятого слияния. То есть 8050, если с маской считать. Просто на седьмом слиянии он еще меньше получал голды, если ты играл им... Такс. Плюс он по силе стал равен персонажам десятого слияния золотым, шестидесятого уровня. Единственное, только по здоровью немного проседает. Здоровья у него не очень много. Порядка 87 тысяч или что-то вроде того. Давайте сейчас я точно заменю уже отряд. Поставлю себе в отряд Соня Блэйд, Кесси Кейдж и, соответственно, Джонни Кейджа. Таким вот отрядом мы будем с вами отыгрывать. Ермак, Девора, Коттель. Ну, пять боев сыграем им, а за Кенши тогда только четыре боя нам удастся сыграть, потому что за Ирмака я сыграл по ошибке три боя вместо двух. Так, ну это битва с ограничением. Здесь отключен первый спецприем, но меня это особо не беспокоит, потому что урон у Кесси в команде с Соней бешеный, и спецприемы здесь попросту даже и не нужны. Тем более это первый режим сложности. Здесь вообще как таковой трудности в прохождении нету. Так, шесть кусков получаем, зашибись. Три пятьдесят четыре ляма уже есть, хорошо. Так, следующий бой Девора, Коттель-Ермачевский. Понял, принял и поехали. Давайте разберёмся сначала с Деворой, потом с Коттелем, ну и затем с Ермаком. Как бы тут всё просто. Блин, как назло, забыл себе даже водички налить попить перед записью. Кружка стоит, но она пустая. Рядом. Чё, терпи, казак. Закончишь испытание, напьёшься в волю. Поехали. Изи-бризи. Пока что просто как по маслу прошёл. Кесси проходит сквозь противников, как нож сквозь масло. Следующий бой Ермак-Рептилия-Девора. И затем будет, как я понимаю, финальный бой. Но не финальный бой, а финальный для Кесси именно. И как раз с ограничением. Поехали, разберёмся с ними. Так, раз, два, три. Нифига себе, он выжил ещё. Но эти слабачки, слабачки, они не выживают. Так, и у нас, собственно, сейчас финалочка за Кесси. Враги постепенно исцеляются. Опять же, пассивное исцеление, но это не страшно. Это как бы фигня, по сути, ограничения. На первых двух сложностях вообще любое ограничение, по сути, фигня. Только на третьей сложности можно завалить, и то, если не будешь внимателен. И будешь на чё-то отвлекаться. Ну, именно для моей коллекции. Естественно, если у вас коллекция более слабая, то вам будет сложно проходить вообще просто третий режим сложности. У меня-то просто есть алмазки десятого слияния. Золотые персы очень-очень много десятого слияния. Как бы, сами понимаете, мне гораздо легче играть, чем вам. Так, 7000 монет получаем, зашибись. Ибо я уже играю очень-очень-очень давно. Буквально, я не знаю, я играл в 2015 году, то есть 5 лет назад, год где-то. Потом я делал себе год перерыва, и потом ещё играл 2 года. То есть, в среднем я играю где-то, ну, года 3 уже, по большей части. Так, надо Джакса ещё взять. И третьим персом мы, естественно, возьмём с вами Кудзиня. Так, ну поехали, у нас 4 последних боя, за Кенши отыграем их. Многие, кстати, ещё это забавляют меня, люди, многие пишут типа «Он накрутил алмазных персонажей, он накрутил себе персов, он накрутил аккаунт». А то, что у меня на канале больше полутысячи видео по Мортал Комбату, где написано, как я, точнее, где явно показано, как я с каких-то там начальных слияний золотых персов поднимаюсь до 10-го слияния алмазок, то это никого не волнует, конечно же, да. То есть на протяжении каждого из этих видео видно, как мой аккаунт медленно, верно, растёт, так сказать. Я даже большинство паков открывал именно на запись, чтобы вы видели, как прокачивалась эта коллекция моя. Хотя, с другой стороны, и когда я начал записывать, у меня уже была хоть какая-то база. Именно были очень сильные персы. Я не помню, был ли у меня ша... Нет, шаукана 10-го слияния у меня ещё не было. Я помню, как я его записывал охоту за реликвиями, как я поднимаю шаукана до 10-го слияния. Я, по-моему, если я не ошибаюсь, я даже записывал, когда я только-только получил шаукана. То есть когда у меня ещё даже шаукана 10-го слияния не было, не говоря уже вообще об алмазах 10-го слияния. То есть начиная с самого нулевого слияния и заканчивая 10-м слиянием. Так, следующий бой Ермак, Каной, Девора. То есть людей вообще не волнует. Это, видимо, знаете, пишут те люди, которые сами накручивают. И они такие думают, О, посмотрите, какой низкий шанс у паков в магазине. Ну, это невозможно поднять слияние 10-е алмазки. И они, короче, берут себе, читерят, накручивают. Я, кстати, вообще не поддерживаю ни багаюзерства никакое вообще. Никаким образом. Не поддерживаю читюж тем более. Я чисто, знаете, за полностью честную игру. Без каких-либо багов. Так, поехали дальше. Кано, Рептилия, Коталькан. Последний бой. Без багов, без читов, без всякой фигни вот такой. Только долгая и упорная игра на протяжении нескольких лет. Я, кстати, слышал, это чувак какой-то еще до того, как некоторых персов переделали в алмазки. Или после того, как переделали в алмазки, но до того, как выпустили, допустим, тех же кабалов. Кто там еще вышел после кабалов-то из алмазных? А Тремор вышел. Еще кто-то вышел, не помню кто. Терминатор, да, Терминатор еще вышел. Вот до того, как, короче, появились Тремор и Терминатор и кабалы, Чувак подсчитывал, сколько уйдет времени реальной жизни, чтобы прокачать абсолютно всех персов, включая алмазки, до десятого слияния. И у него вышло там что-то вроде 13,5 лет. Ладно, давайте переходить к четвертой башне. В вашем отреате должен быть только персонажи из нижнего мира. Поехали. Но сейчас, я думаю, даже несмотря на то, что добавили каких-то, знаете, новых персов в этот, в алмазные персонажи, так же появились башни. И теперь уже, наверное, гораздо проще вкачивать алмазки, потому что персов дают, во-первых, за Старшего Бога. Когда он подсчитывал, Старшего Бога, кстати, не было. Вот, за Старшего Бога дают персов дополнительно. И так же... Так, стоп, подождите. Вот этих четырех, так сказать, персов, пять персов мне не нужно использовать. Но нам нужен фильтр на персонажей внешнего мира. Так, хорошо. Первых трех мы не используем. А вот Кана Черного Дракона, пронизывающий Мелину, и, наверное, наверное, все-таки Ермака. Вот этого вот классического я заюзаю. Давайте сначала возьмем Ермака. Также я возьму себе в команду Джейд и Китана, не мертвых. И мы пойдем с вами валить Ермака, Коттеля и Рептилию. Чисто сыграем за Ермачевского с вами всего пару раз. Поехали. Поехали, поехали дальше. И причем я знаю очень-очень много людей, которые реально вот... У которых коллекция даже круче, чем у меня. И которые просто играют вот с момента старта игры именно поэтому... Да. У них есть много алмазок десятого слияния. То есть у некоторых там по десять персов. У некоторых там даже больше бывает алмазок десятого слияния. Есть, по-моему, даже такие люди, которые имеют абсолютно всю коллекцию на десятом слиянии. Но скорее всего они либо багаюзери немного, либо читерили. Либо они вливали очень-очень много доната в игру, чтобы получить себе души на алмазке. И играли прямо с самого старта. Но таких людей единицы. То есть у которых реально есть вся коллекция. И они ее честным путем получили без единого бага. Без читов. Таких людей, может быть, ну не знаю, там... На пальцах одной руки, наверное, можно сосчитать. Как бы... Не думаю, что их так много. Так, давайте мы теперь заменим отряд уже на следующую команду. Я возьму пару Скарлетт, ибо им надо подвиги прокачивать. И возьму с вами еще, получается... Кого я там хотел взять? Мелину. Давайте сначала за Мелину, а в конце за Каныча поиграем. Ермак, Рептилия, Коттель. Поехали. Причем я не считаю свою коллекцию, знаете, какой-либо там особо крутой. Но она средненькая, типа. Ну... Не то чтобы... Она не то чтобы... Ну ладно, давайте из реалии сходить. Ладно, может быть, она не совсем уж и средняя. Она выше среднего, но я бы не сказал, что это прям супер-мега-тупер-крутая коллекция. Просто это, типа, хорошая коллекция и все. Которую я скопил за достаточно долгое время. Если бы я пополнял постоянно часовые задания, но я не настолько задрочу в эту игру, чтобы каждый час откатывать часовые задания. Хотя сейчас мне придется достаточно часто их выполнять, потому что надо будет души для башни нарабатывать. Для отката башен. Замена бойцов сучным образом. Четвертый матч, окей. Поехали разберемся. Я думаю, нам не успеют просто заменить персов. Хотя, может, успеют, если они вот так вот будут меня бить впервые, чем я их. Не, не успели нифига. Окей, изи-бризи. Как же жарко. Это просто капец какой-то. Но меня, знаете, очень не устраивает, что есть в игре смоуку, но у меня его в коллекции нету. Я хочу получить смоуку. Девора, Кота или Рептилия. Следующий бой же, пятый. Окей, поехали. Это, знаете, мой внутренний перфекционист плачет внутри, что есть все персы, кроме смоука. Ну, естественно, оплатить, сколько там, 800-900 рублей за 20% шанс выбивания нулевого слияния для смоука я не планирую. Да я вообще не вкладывал игру. Кстати, хочется еще отметить, я вообще не вкладывал ни разу в игру деньги. Вообще ноль просто. Ноль рублей было потрачено в мобильный Mortal Kombat. Это, знаете, такой типа, как это сказать, доказательство того, что даже не вкладывая ни рубля в игру, можно заработать себе дофига персов 10-го слияния. В том числе даже алмазок несколько у меня 10-го слияния есть, как вы видели. Котелькан, Ермак Девора, следующий наш бой. Поехали. Вот действительно, кстати, крутой коллекцией можно назвать ту коллекцию, у кого есть примерно по 3-4 отряда алмазных, которые синергируют друг с другом. То есть, типа, отряд Дня Мертвых, либо Круга Тени, либо Ударной Группы, либо Отряд Ужаса. Какие там еще есть отряды? Отряд Ассасинов. У кого есть, короче, вот такие 3-4 отряда 10-го слияния, и кто честно заработал эти отряды? То есть, выбил их из паков, либо каким-то другим способом получил, типа, в момент прохождения, когда эти персы были золотыми, в момент прохождения испытаний. То есть, люди, которые честным путем получили себе алмазки 10-го слияния, не пользуясь багами или читами. Вот их аккаунты, у которых таких 3-4 отряда, можно действительно назвать топовыми, скажем так, аккаунтами. А у меня так, просто хорошие аккаунты, как бы, ничего особо крутого в нем нет. Ну, разве что только все персы из пыдесятого слияния, единственное достижение. Давайте добьем еще парочку ложков, и за милинку мы с вами вроде бы закончим. Если я не ошибаюсь. И будем переходить на Каныча. Косарь 100 есть. Я не буду, наверное, на Кану одевать пробой блока, потому что он будет ваншотать противников с одного комбо без завершающего комбо-удара, поэтому я не вижу смысла пытаться сделать бруталити на этом уровне сложности. Вот когда уже будем проходить там, я не знаю, на каком-нибудь... Так, я Кабала возьму. А второй Кабал, он не является, да, внешним мировцем, он чисто из преисподней, видимо, да. Ну, тогда давайте возьмем вместо него, допустим... Давайте еще Эрона Блэка Дня Мертвых. Мы прокачали Китану и Джей, так что давайте и подвиги Эрона Блэка Дня Мертвых также прокачаем. Один из ваших спецприемов недоступен, вообще не беспокоит. На Кану у меня вроде стоит два предмета на бруталку, то есть один эпик, это кибертическое сердце и клинки подлеца, это синяя карточка. И получается ножик его родной, который увеличивает урон от основной атаки. Спецприем 1 у нас залочен. Я понимаю, понимаю. Минус 1. Минус Каталькан. О, извините, все-таки работает эта штука. Хотя я просто здесь второй спецприем использую, завалю рептилию. А откуда у меня второй спецприем так быстро набрался? Неужели он так быстро силу накапливает, когда проводит особый завершающий комбо удар, что я ж на второй спецприем накопил? Кстати, первые тут были залочены, да, как я понимаю. 10 душ, зашибись уже, 126, нормально. Но я думаю, на 3 отката я себе накоплю, как минимум. В смысле, не на 3 отката, а на... Откат один раз за прохождение этого испытания. Так, следующий бой рептилия Ермак Коталь. Поехали разберемся, пацаны. Не буду мариновать спецприем, а буду сразу их юзать. О, жалко, бруталка сейчас не сделалась. Хотя, думаю, если бы я поставил револьверы, то они бы еще дали шанс крит удара, и тогда бы уже... Я просто выносил бы противников обычными ударами. Мне бы все равно не хватало бы на... То, чтобы провести завершающий комбо удар по противнику. Так хотя бы есть хоть какой-то шанс на бруталку. Конечно, противник может просто заблокировать мою атаку, и тогда я убью его через блок, и не смогу сделать завершающий комбо удар, но... Это уже от везения зависит. Ибо если я револьверы поставлю на пробу блока, он будет просто критовать противников и убивать их. До завершающего комбо удара. Так, я тебя понял. Но вряд ли у нас получится на этой сложности провести бруталку. Слишком уж слабые соперники у нас. Слишком быстро отлетают. Но вот на втором уровне сложности я постараюсь сделать бруталку на Кану, когда будем проходить. Может быть, что-то и выйдет. Куталькан, Зевора, Рептилия. Ну и если, конечно, дадут возможность, я еще поиграю за Кану с бруталкой на третьем уровне сложности. В зависимости от того, какие будут требования для башен. Что просто... Показать вам бруталки! Я люблю их просто делать. Это просто выглядит как-то красиво, что ли. Прикольно. Поехали, короче. Первого завалили, второго тоже. О, давай! Ну, блин, ну твою мать, ну почему не сработал шанс? Два раза подряд уже добивая последнего противника через завершающий комбоудар и ни разу не срабатывает шанс на бруталку. Обидно вообще. Вообще капец обидно. Так, ну у нас финальный бой, 12-й. У противников, по-моему, восстановление, постепенное здоровье. То есть, хилятся они бесконечно. Ну, погнали, разберёмся. Минус первый. Минус второй. Да, бруталки нам явно не видать сегодня. Ну, ладно, чё ж, ничего не поделаешь. Ну, как сегодня. Возможно, опять же, на втором уровне сложности у меня получится это сделать. Так, ну и четвёртая башня у нас также с вами пройдена, а мы переходим к финальной последней башне. У неё очень лёгкие требования. Так, бесполезный набор мне особо не нужный. Как бы просто пропускаем это всё. Всего лишь жалкие монеты. Ну, и переходим к финальной башне. Только золотые и алмазные персы. Это ещё получается 120 душ примерно. Может, даже больше. Поехали. Здесь у нас только золотые и алмазные персонажи, но при том любые. Поэтому это одно из самых лёгких испытаний для меня будет. Всё, что мне нужно сделать, это просто поставить себе фильтр на золотые и алмазы. Можно играть спокойно. Давайте мы возьмём с вами кого-нибудь поначалу типа Терминатора. Возьмём ещё, допустим, Кабала МК-11. И возьмём какого-нибудь атакующего перса на три боя первых. Это будет у нас, наверное, милинка классическая. Ну и поехали. Рептилия Ядовитый, команду Кану, королева Улья Девора. Продолжение следует... Погнали, разгоним и в них кровь. Тупо одно комбо через блок, и всё, и нету противника. Изи-бризи. Ну, это будет достаточно просто, скажем так. Так, следующий бой против Бога Солнца, Повелителя Души, Кары Бараки. Окей. Так, следующий бой. Такая долгая загрузка была, капец. Господи, как же жарко! Это просто ад какой-то. Окей. Следующий бой пронизывающий милина, ловки рептилия, дыхание дракона Барайча. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok. Так, следующий бой Очень долгие загрузки стали, кстати, я заметил Каждого боя очень-очень долго загружается каждый матч Так, давайте добьем еще барайча Ну и за милинку мы с вами вроде отыграли Сейчас пойдем играть с другого персика Персика Такс, поехали Так, нам нужно сменить абсолютно команду Так что давайте мы этим займемся Я возьму себе теперь в команду милину в качестве основного перса В качестве дополнительных каких-нибудь ложков Ну пусть это будет те, кого мы можем прокачать Допустим Тремора И хотелось бы еще прокачать терминатора Но по-моему я за него уже играл Или нет А где он тогда, если я за него не играл? Неужели у него больше атаки, чем даже у Тремора? Что-то я не верю в это особо Да не, я его где-то пропустил А, его на меня уже был Да, я уже за него сыграл Ну ладно, тогда сейчас пойдут другие персы Можно взять термина этого Кабала А, Кабалов я уже обоих взял тоже Обоих, не знаю как правильно Ну, не важно В общем-то давайте возьмем тогда Кого-нибудь прокачаем из алмазок Пусть это будет Джакс Брикс Кругой Тени К примеру Ну и погнали следующие три матча играть Преднадцать Станя, Карабарака и Темный Властелин Коталь Против нас Окей, не вопрос Разберемся Субтитры сделал DimaTorzok Такс У Мелина у нас много атаки Но у нее мало здоровья Поэтому Хотел я сказать Надо быть осторожнее Но нифига подобного Они даже столько здоровья мне не пронесут Никаким образом Уж на минимальном уровне сложности точно Вот на высоком Если долго бить будут А я буду стоять и ничего не делать То может быть через несколько минут Они меня и убьют А как бы здесь вообще Даже об этом речи быть не может Поехали дальше Чернокнижник Королева Улия Ядовит и Рептилия У них что опять Исцеление там что ли Это уже пятый матч Нифига себе быстро Я дошел до пятого боя Давайте я разберусь с клончи Первым делом О, отлично Он пропустил удар вне блока И это Для нас замечательно Но используем первый спецприем По классике И добьем Рептилию Можно было и попытаться Обычными ударами его добить Но он скорее всего бы заблокировал Просто мою атаку И затем ударил бы меня И может быть даже провел бы Первый спецприем против меня Поэтому я решил перестраховаться И убить его первым Так, получаем 15 душ Замечательно Это все пойдет на откаты башен И следующий бой Барака Карабу Крови Котали Команду Кану Если бы, конечно, не было Возможность получать, допустим Души за рекламу каждый день За выполнение ежедневных заданий За Этот За войны фракций За Получается Некоторые бои В башнях То я бы, конечно, не смог По 600 душ в день зарабатывать У меня просто бы времени Столько не было Чтобы так часто заходить в игру Чтобы заработать 600 душ Это надо 22 часа В сутки Заходить в игру каждый час Чтобы откатывать задания Где-то так Даже Чуть больше, чем 22 часа То есть, по сути, 23 в сутки Как бы столько времени У меня явно не найдется на игру Поэтому Хорошо, что временами Можно получать души Вот, допустим Через испытания Либо какими-то другими способами Через ежедневные задания И так далее Я хочу здесь взять Да нет У нее еще не восстановилась энергия У нее не хватит просто Ее Так Возьмем тогда Кейси Кейдж ударной группы Круга тени Куан Чи И в качестве основного бойца У нас пойдет Саб-зиро МК-11 Чернокнижник Кончение Остановимый Джейсон И стрелок Эрон Окей Не вопрос Поехали 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 Разбираться Дальше С противниками Естественно Финальные бои У нас будет идти Шао Кан Либо он может иметь Рентген-атаку В начале матча Это достаточно круто Я имею ввиду Именно что он может иметь Рентген в начале матча Не пользуясь Другими персами Допустим Тоже можно конечно Сделать так Чтобы у Саб-зиро Или Скорпиона Был рентген В начале матча Но для этого Надо во-первых Ставить на них Молот гнева И томагавк Что и ставится В принципе На Шао Кана Но при этом Еще добавлять Допустим Тех персов Как Хотя бы одного Нужно добавить То есть Либо Как его зовут-то Либо Шаолиня Кудзиня Либо Скорпиона Порождения Ада Нужно добавить В команду Чтобы они дали Очко силы А Шао Кан Может сам Три очка силы Иметь Без Других персов В начале матча Плюс у него Там можно еще Сокращение силы Поставить на Спецприем 2 И спецприем 2 У него также Имеет Пробой блока Ну Сабзера тоже Имеет Но Как я и говорил Для Сабзеру Нужно еще Ставить Кудзиня Либо Королева Улья Дух Ермак И Повелитель Душ Ермак Конечно Если бы у меня была Какая-нибудь там На максимум Вкачанная Десятого слияния Синяя снаряга С башней Линькой Которая дает Полторы шкалы силы В начале матча То я бы смог Сабзеру Использовать В начале Рентген Не пользуясь Другими персами Но к сожалению Такой снаряги Такого высокого слияния У меня нет Но на нем стоит Кстати Это по-моему маска Дает ему Такие бонусы Ледяная То есть она дает Где-то 0.20 Шкалы силы В начале матча Или 0.33 Вот если вы обратите Сейчас внимание Я начинаю не с пустой Шкалы силы А с половиной Кстати Удивительно Что с половиной Даже по-моему Больше чем половина Давайте Повелителя Душ Просто убьем Первым спецприемом Это был у нас Второй или третий матч За Саба Меня интересует Вроде бы второй А нет третий уже Нифига себе быстро За него отыграл Даже не заметил сам Давайте мы теперь Возьмем Скорпа МК-11 У него полная снаряга Он будет вообще Всех выносить за секунды А также я возьму Себе в команду Наверное Джейд У нее уже восстановилась Энергия Ну и возьму Допустим Кожаное лицо Красотка Ну ужаса Которая теперь называется Окей Поехали в бой Бог крови Тем А нет У нее еще не восстановилась Энергия Ну надеюсь Пока я буду играть Первые два матча Она довосстанавливается Ну шкала силы Еще одна И я Ой Не сила Энергии И я смогу Сыграть за нее Три раза Уже заплетается язык Башка Парится Очень жарко Очень тяжело записывать видео Когда температура выше 35 градусов Это просто жесть какая-то Давайте мы добьем Котоля Затем Бараку У меня есть еще шанс Пробой блока Вроде бы На Скорпионе Из-за снаряги Клинков Мурамасы Которая выпала С башни Там что-то в районе 28 процентов Что ли Пробой блока Пока что Пока у меня Еще не очень Высокое слияние Еще получаем 20 душ Замечательно Это уже последние души Которые мы получаем С вами За промежуточный Именно бой И когда мы с вами Пройдем на этом Пройдем это испытание У меня уже будет хватать душ На откат Один раз Обоих башен А когда пройдем на втором испытании Еще на откат Один раз Хватит душ Я думаю Потом еще СБ пройдем Еще на один откат Хватит Или даже на два Скорее всего на два Так давайте мы еще Добьем кончи Изи бризи Ну и как я и говорил За Скорпа Очень легко будет играть У нас с вами осталось Буквально один раз Сыграть за Скорпа И потом за Шаокана Уже допройти башню И она будет у нас с вами Полностью пройдена И естественное испытание Также И мы получим Свои законные награды В виде души монет Так как все персы Десятого слияния У меня Среди персонажей Испытания Естественно Я прохожу испытание Только ради душ Именно Добиваем Таню И Изи бризи За Скорпа Мы отыграли Давайте возьмем Уже финальную команду И будем с вами Допроходить башню Это у нас будет Шаокан И какие-нибудь Два лоха Давайте возьмем Сначала лохов Пусть это будет Фредди Крюгер И пусть это будет Допустим Тот же Не знаю Такеда И нужно взять Еще Шаокана Логично И надеть на него Соответственно Снарягу Так Жара Жара Так Сюда давайте Мне молот гнева Также я хочу Шлем И все готово Для последних трех боев Джейсон Вурхес Неостановимый Фарон Ермак Игрок в кости шинок Поехали Финальная Так сказать Тройка боев У нас Давайте я просто Вот так вот Убью Через Бруталити Но остальных персов Просто добью Через первый Спецприем Здесь у нас Видимо Было ограничение На постепенный Урон Но за это Ограничение Души не дают Это просто Ограничение Чтобы было Так сказать Следующий бой Кракен Рептилия Классический Кану И Давида Девора Окей Интересно На следующей сложности Нужна будет Любая Милина В отряде Или именно Как сказать Или именно Нужна будет Определенная Милина Вот это Вот я не помню Просто Мне кажется Любая Милина Потому что Для второго Уровня Сложности Иметь Определенную Милину В отряде Но как-то Не круто Типа Пронизывающий Просто есть Испытания Где требуется Именно Допустим Пронизывающая Милина Но по-моему Это испытание Мы уже сами Недавно Проходили Ой Что-то я мало Урона Выбил Мог и не добить Ее сейчас Ну и все Собственно Бои Обычные Пройдены Осталось Только босса Завалить Итак Босс у нас Тремор Имеет 5900 Атаки 55500 Здоровья Босс Тремор Афтершок Обладает Каменной Аурой Пока она Активна Его спец Прием И замедляют Противников А сам Он получает Меньше урона Окей Предлагаю Попробовать Его убить Вторым Спецприемом И посмотреть Сколько урона Будет Именно Второго Спецприема Убить Но мы его Точно Убьем Вторым Спецприемом Но вот Снизится ли Урон От второго Спецприема Это мне Интересно Либо Аура Не успеет Активизироваться Сейчас проверим Эту тему 44000 И второй Удар 86 То есть 120000 урона По-моему Он меньше урона Получил Чем должен был Получить По сути Своей Ну и испытание У нас Пройдено Да Давайте Получим Свою награду А именно Монеты И души Так Во-первых За прохождение Башни 50 душ Замечательно Также Тремор 54 души 27000 Монет И Итого У нас 265 души 362 миллиона Монет Отлично Как для простого Смертного С относительно Легкостью Преодолели Нормальную Сложность Сможет ли Ваша коллекция Войнов Справиться С испытанием Высокого Уровня Сложности Конечно же Сможет Итак Смотрим Требования Высокого Уровня Сложности Бронза Серебро И бронза Серебро Только персонажи Из внешнего мира И последняя башня В вашем отреете Должна быть Милина А сколько у нас Сивамилин в игре Давайте посчитаем Значит есть Классическая Пронизывающая Это уже две Это из испытаний Есть еще Милина Хищная Это четыре Эт три Есть еще Милина Вампирша Это четыре А больше вроде бы нет То есть Милин четыре И одну нам придется Одному отряду Нам придется Восстановить Видимо энергию Ну ладно Это уже будет Следующий В следующем прохождении На этом я буду пока Заканчивать Прошли мы первую Сложность на Тремора А с вами был Ник Большое вам спасибо За просмотр Удачи До скорых встреч И мы еще увидимся Пока-пока Пока-пока